Друзья, всем огромный привет! Вы снова на канале Ранчо Усанчо. Наконец-то домашнее видео. Как многие могут написать в комментариях, а то все на улице, казан да мангал. Сегодня мы приготовим простую, но вкусную пиццу. Она будет сделана из чиабатты, потому что, во-первых, вы знаете то, что я не люблю возить с тестом. Но, во-вторых, это просто офигенно и быстро. Вы разрезали чиабатту, а что дальше, вы сейчас увидите. Начинаем с того, что будем делать соус. Чтобы сделать соус, нам понадобится немного томатной пасты. Ее прогреваем вот здесь вот, в сотейнике, на небольшом огне. Но смотрите, чтобы она у вас не пригорела, поэтому нужно обязательно вот так вот помешивать. Когда слегка начинает уже прикипать, добавляем сюда воду. Небольшое количество соус должен быть и не жидким, и не густым. Он должен быть средним. Перемешиваем здесь все и отправляем сюда специи. Здесь орегано и базилик. Также слегка, это можно все, чтобы взбить кислинку, добавить немного сахара, и добавляем небольшое количество соли. И на очень слабом огне помешиваем и даем прокипеть соус. Теперь весь этот соус сливаем в какую-нибудь пиалку, пускай он остывает. Это основа как раз для пиццы, именно томатный. Томатный вот этот вот соус, в нем весь кайф и содержится вот этот вот базилик, орегано. Он придает пицце самый смак. Дальше, что мы будем использовать в пицце? Это колбаса сальчичон. Она безумно ароматная, она сыровяленая, тверденькая. Именно эта колбаса очень хорошо подходит для пиццы. Также нам потребуется сыр моцарелла. Сыр моцарелла бывает разный, но я сделаю вот так вот и тоненькими пластами вот так вот нарежу. Это такой более твердый моцарелла. Толстый. Кстати, знаете, что я хотел сказать? Я всегда, когда раньше готовил там пиццу, да, что-нибудь еще, я старался нарезать это все вот такими вот шматками, чтобы пицца это казалась очень клево. Но на самом деле, тоненько сыр нарезали, он хорошо растекся, расплавился. Колбаска вот такая вот, она тоненько нарезана, хорошо очень жуется, и она очень ароматная. И вот такими пластами не надо делать. Сыр тоже должно быть прилично, но не переборщить. Сыр просто должен тянуться. Кстати, два вида сыра взял. Это можно взять гауда, чеддер, какой в принципе хотите второй сыр. Сыр моцарелла идет вот чисто, чтобы плавился. То есть, он такого, знаете, он нейтральный, он вкуса практически как такового, прям естественного он не имеет. А второй сыр, это уже будет для придания вкуса. Следующий уже сыр идет вот такой вот, по-моему, российский у меня был. Его натираем на крупной терке. Можно, в принципе, кстати, использовать сыр пармезан. Берем колбасу и ее нарезаем максимально тоненько. Ну, не чтоб, конечно, просвечивалось, но вот она прям тоненькая. Одна будет у нас с колбасой, другая с беконом. Берем сырокопченый бекон, нарезаем вот на такие вот квадратики, полоски, прямоугольнички. И его немного можно вот так вот разбить. Также можно взять очень спелый, хороший помидор и нарезать его так же, главное, тоненько. Здесь уже по желанию. Хотите, можно добавить маслины. Вот, допустим, в моем случае есть желание добавить. Нарезаем вот на такие кругляшки. Небольшое количество маслин. Как я уже и говорил, это будет пицца на чиабате. Берем чиабатту и разрезаем ее ровно пополам. Острым ножом разрезаем. Чтобы, знаете, как у пиццы есть небольшой бортик, вот здесь вот немного приминаем мякиш. Чуть-чуть. На самый низ отправляем основу для пиццы из томатов. И распределяем. Как все привыкли, сыр отправлять сверху. Но, по правилам, надо сыр отправлять на самый низ. Сыр плавится в самом низу и получается тянущая такая основа. Далее берем второй вид сыра и посыпаем. Одну пиццу я делаю с помидорами. Видите, как тоненько нарезано. И бекон. Можно в хаотичном порядке вот так прям бросайте. Я всегда, кстати, еще думал, что пиццу прям идеально вымеряют. Нет. Вот накидали, как она упала, так и должно быть. И сверху отправляем маслины. А здесь выкладываем колбасу и также маслины. Убираем это все на противень. И запихиваем это все в духовку при 200 градусах минут буквально на 5. Я думаю, хватит на верхний тен. Нам снизу не надо поджаривать. У нас основа для пиццы, тесто. Оно было уже готовое, поэтому нам нужно, чтобы просто сыр расплавился. И будем пробовать. Друзья, прошло даже, наверное, 4 минуты. Хлеб стал хрустящий. А начинка вся, вот видите, сырок и моцарелла. И второй сыр российский, он тоже расплавился. Сейчас чуть-чуть остынет и будем пробовать. Блин, не видно, что сыр, он тянется. Вот. Ну и остается только попробовать. Безумно вкусно. Солененький от колбасы. Соль чечен. Сырок немного соленький. Когда вы кусаете, вы чувствуете всевозможные вот эти вот ингредиенты. А в самом конце вы чувствуете орегано и базилик, тот самый соус, который мы наносили внизу. Это классно. А плюс еще. Нехорошо, говорите, если набитым ртом, не делайте так. А плюс еще поджаренная вот эта вот корочка, когда хрустит, очень классно. Ничего нового я вам не показал, на самом деле. Все это есть. Многие даже, возможно, так готовили. Ну а кто не готовил, и для кого это будет новенькое, при готовке, ну реально вкусно получается и быстро. Клево. Безумно вкусно. А тут еще вторая есть. Ее тоже надо попробовать. По вкусу эти две пиццы совершенно разные, потому что здесь чувствуется подкопченность, там больше это уходит все в специи. И здесь есть помидорка. Поэтому, что понравится вам, напишите в комментарии, как вы приготовили и какая вам больше понравилась. Друзья, всем огромное спасибо. Подписываемся. Ссылочки в ВКонтакте, Одноклассники, Дзены, все внизу. В ВКонтакте можете присылать свой рецепт. До новых встреч. А это вкусно, друзья.